А теперь о событиях в политической жизни столицы Верневолжья. Всех депутатов Тверской городской думы теперь будут выбирать по одномандатным округам. А общее их число сократится с 33 до 25. Такое решение принял муниципальный парламент на своем очередном заседании. Помимо этого, парламентарии одобрили целый ряд изменений в бюджете областного центра. С инициативой об изменении принципа выборов в Тверскую городскую думу выступила группа депутатов. Они предложили избирать уже на ближайших выборах, которые состоятся осенью, весь состав муниципального парламента по 25 одномандатным округам. Напомню, что сейчас из 33 мандатов часть распределяется по партийным спискам. Теперь, после одобрения этой инициативы в первом чтении, а также на публичных слушаниях, проект решения утвердили окончательно. Избиратели будут видеть своего депутата, будут голосовать за имя депутата, вне зависимости от его партийной принадлежности. На муниципальном уровне это будет более эффективно. И депутаты решили, что переход на эту систему рациональный в данной ситуации. Далее депутаты одобрили внесение изменений в бюджет Твери на текущий год. Муниципальная казна получит дополнительные средства в размере 72 миллионов 400 тысяч рублей, часть из которых безвозмездные поступления из областного бюджета. В связи с этим были внесены изменения в расходную часть главного финансового документа города. В частности, увеличено бюджетное сигнование на капитальный ремонт памятника воину-освободителю, расположенного в микрорайоне Мигалова. Этот памятник, он вообще уникальный. Таких страней еще только два. Это точная, только уменьшенная копия знаменитого монумента, установленного в Берлинском Трефтопарке. Здесь в Мигалове его установили в 65-м году. И понятно, за это время памятник уже изрядно обветшал. Ремонт был только косметический, это видно. И теперь будет проведен капитальный ремонт, на который выделено 6 миллионов 200 тысяч рублей. Выделены средства на реализацию в Твери в рамках проекта по установке и благоустройству детской площадки в Пролетарском районе в рамках программы поддержки местных инициатив. Также парламентарии одобрили выделение средств на благоустройство сквера на Театральной площади и разработку проектно-сметной документации на аналогичные работы вдоль домов по улице Громова. Помимо того, депутаты приняли решение о приеме в муниципальную собственность на безвозмездной основе земельного участка в микрорайоне Южный по строительству еще одного детского сада.